итак мы с вами в зебраше что же мы здесь будем делать мы с вами здесь будем поднимать рельеф как вы уже догадались и я вам покажу все как я делал сначала до конца да то есть вот готовый вариант то есть что у нас будет что у нас получится какой барельеф опять же таки я над ним долго не сидел то есть все быстренько ну а вы конечно чтобы добиться хороших результатов посидите все это чтобы у вас было красиво и хорошо но я как для видео то есть это такой быстрый белый вариант итак начнем удалю все вот эти вот наши мои работы предыдущие и для видео я все заново запишу так нажимаем append и достаем куб шар мы удаляем дилит вот у нас есть стандартный куб вот он так сетка у него так распределена жмем w появляется у нас управляющий манипулятор и сжимаем наш куб таким способом у нас появился получился прямоугольник значит можно пойти двумя способами дублированы всякий случай перед способ начнем к труды но перед этим чтобы вот видите ли я нажимаю к труды у нас сглаживаются грани здесь нам это не нужно мы переходим в геометрию и выключаем smart это вот первый способ к тренд д то есть мы уплотняем сетку вот видите 2 миллиона уже то есть такие способы можно уплотнить сетку или вот следующим образом можно сделать значит геометрия зеремеш здесь выставим допустим пускай будет пять тысяч зеремеш то есть сбраж пересчитывает нам сетку как ему удобно здесь мы видим немного помятые края попробуем это исправить нажав фриз бордера зеремешек снова ждем жмем немного все равно кривоватые ну как бы несут можно и так и так делать ну я делаю вот этим способом первым итак смотрим что мы делаем дальше у нас есть прямоугольник у нас с вами есть готовый готовое изображение которое мы сейчас поместим забрать нажимаем текстура импорт вот наш медведь открываем наше изображение и нам нужно с него сделать альфа альфу чтобы выдавить рельеф жмем снова на текстуру и мейк альфа сделать так выключаем альфу экспорт и он сохраняет в формате psd то есть формате photoshop а пишем здесь имя и сохранить меня уже есть все это так альфа у нас есть что делаем дальше сетку уплотнили то есть все это быстро как вы видите сейчас и убедитесь сами все это очень быстро подымать рельеф зная немного программу заброшу началась есть вкладка сюрфейс здесь у нас появляется изображение нашего прямоугольника и так здесь жмем альфа и выбираем нашу альфу который мы только что сделали вот у нас здесь отобразилась наша альфа значит можно сделать и вы развертку но там заброшу короче одну в этой программе не особо на хорошо мне помогла то есть и не понравилось и поэтому переходим просто вот видите здесь есть с разверткой допустим если мы сделали развивку но я не делаю и просто 3d значит просто 3d мы остаемся просто 3d здесь мы значит убираем но из и но из вот этот 2 и мы уже видим проявляется наш наш медведь увеличим рельеф make то есть альфа скейл ведь у нас получился один к одному но у вас можно может быть так размещен там или наоборот вот так и вот этим ползунком мы выставляем то есть нужный нам размер выставляем выставляем нужный нам размер вот этим ползунком вас будет может быть 0 5 нужно будет поставить там или 0 1 или 0 2 моем в моем случае это один то есть выставили нам все нравится все красиво жмем ok и жмем apply to mesh если он слабо выделился можем два раза продублировать noise apply to mesh или же edit и добавить здесь strange то есть сделать его более сильнее окей опять apply to mesh так мы видим что у нас получилось получился бы наш барельеф с двух сторон но это не беда вторую сторону сюда можно легко удалить следующий шаг мы помним что фотошопе мы сглаживали картинку да мы делали монотонный цвет 1 1 тонный на нужном нам слое допустим если считать вот это лицо это один слой сзади вот шерсть второй слой уши третий слой вот если бы мы этого там не делали то есть не сгладили цвета здесь вообще творился полный кошмар все равно немного осталось как бы артефакта но это легко поправить зажав shift и сглаживаем поверхность в нужных нам местах это я вам просто быстро все покажу без качества так допустим мы сгладили там нужных местах и теперь нам нужно приподнять допустим вот этот слой вверх как мы это здесь делаем значит жмем к тролл и выбираем здесь который это значит маска будет у нас и выбираем лассо выбрали лассо зажимаем к тролл и маскируем часть которую нам надо допустим это вот это вот так замаскировали теперь жмем к тролл и в свободном поле нажмакаем кнопкой мыши и с этой стороны мы тоже видим что выделилась можно было применить back face mask но она не действует на лассо действует только на пен если мы говорим о маске выделяем вот эту часть ненужную проверяем что мы не захватили нужную жмем w и выдвигаем наш барельеф вперед получился такой вот вариант и допустим нам нужно еще выдвинуть вперед вот эту часть также мы маскируем проверьте чтоб маска была хорошо выделил выделила все элементы маскируем ненужную нам часть и жмем w выдвигаем эту часть вперед все это делаю по-быстрому но вы не торопитесь чтобы получить качественный качественный барельеф значит чтобы сделать по краям его более сглаженные выдвижение вперед мы жмем к тролл и на самом изображении несколько раз кликаем и в этих вот местах темного с белой маской появляется градация серого что нам дает плавный переход выдвигаем вперед там выставляем как нам надо снимаем маску далее допустим нам нужно локально где-то приподнять морду медведя выбираем инфлет здесь мы нас регулируем его интенсивность по цвет и плавными движениями торопясь регулируем диаметр кисти поднимаем рельеф локальном в нужных нам местах если допустим здесь нужен переход там сглаживаем и есть у нас кисть клей интенсивность уменьшаем интенсивность уменьшаем уменьшим я показываю быстро но вообще вот как вариант и делаем здесь такой более плавный переход если он нужен есть также у нас кисть клей булда которая тоже влияет на то есть поднимает наш рельеф и сглаживанием добиваемся гладкой поверхности также это кистью можно сделать имитацию шерсти здесь настраиваем более гладкий переход и конечно нужно пользоваться планшетом графическим ну и планшетами в стороне пока не слежит я чисто для видео вам покажу как мышка это все делается и так делаем имитацию шерсти такими нехитрыми движениями так вот примерно сделали имитацию имитацию шерсти медведя здесь можно углубить допустим ноздри расширить все как говорится в ваших руках можно брать эту перегородку и прорисовать ее заново но уже более качественно вот такая вот такой барельеф на скорую руку получается я вам показал его чисто повторюсь для видео то есть как можно сделать качество это нужно время вот и терпение так что еще хотел вам показать так значит мы сделали рельеф допустим все сделали но мы помним помним что в фотошопе у нас она была не симметричная модель то есть где-то я там мог ошибиться не по центру там выставить помните я выделил его пополам и потом склеивал этом это как бы там сто процентов не центр чтобы нам скопировать нашу модель она была четко идентична что с левой что с правой стороны что сверху что снизу мы переходим геометрию здесь вот модифай топологий и mirror and weld если вам нужно y или z включать то включаем это но мне нужен только x по x и жмем mirror and weld работает только при удаленных этих сабдивах что мы делаем чтобы дель ловер то есть нижние сабдивы убиваем и вот mirror and weld нажимается все наша модель симметричная что слева что справа как убрать вот эту вот часть это как бы сложности не представляет особой здесь вот это такая вот кнопочка и появляется полоса а куда идет тень с той стороны удаляется отпустили все он отрезал как же теперь разместить нашу модель готовую которую мы сделали в ZBrush как ее поместить в арткам во первых модель моя весит сейчас посмотрим вот она 2 миллиона 2 миллиона полигонов арткам может потянуть у кого-то может не потянуть что мы делаем открываем открываем вкладку the plugin переходим в Destimation Master жмем при процесс current то есть он будет просчитывать как упростить нашу сетку после этого вот этим ползунком мы выбираем на какой процент уменьшить наш полигонаж здесь пишется полигоны 233 тысячи можно уменьшить или еще меньше то есть выбираете не теряя качество нашего барельефа выбрали здесь и жмем Distimate Current он перепросчитывает и делит всю нашу модель здесь она состоит из квадратов после Distimate Current Distimate мастера все будет поделено на треугольники и модель упростится в разы 2-3 во сколько вам нужно ее упростить чтобы разместить в арткам или же вообще не нужно это вам делать у вас сильный компьютер новая программа арткам вот или какая-то иная другая программа дальше значит нам нужно перейти в 3D Print Hub это вкладка такая здесь у нас имеются настройки нашей модели жмем Update Size Rotation и выбираем вот миллиметры и жмем и оно дает толщину 5 миллиметров по Z и 51 по квадрату в общем 51 миллиметр если нам не нравится допустим мы хотим чтобы было круглое число ставим здесь 50 допустим и вот получим при экспорте у нас будет такая вот модель таких размеров здесь имеются также различные настройки которые вам показывать не буду если вы захотите вы сами в них разберетесь здесь ничего сложного но я вам чисто показываю как перекинуть модели из ZBrush в WordCamp когда мы здесь все настроили жмем Export to STL и здесь пишем какое-то имя допустим и жмем сохранить и появляется такое окошко нажимаем первое и он сохраняет проходит какое-то время не будем ждать наша модель сохраняется и ее можно будет открыть в ArtCam где продолжаем и дальше борьбу но уже по обработке нашего барельефа с помощью управляющих программ ну что же если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч